Коллеги, я представляю Артура Белостоцкого. Потом, когда мы разрежем выступление, я в описании видео сделаю ссылку на сайт Артура. Можно будет посмотреть всю его подноготную. Продюсер подкастов, правильно я вас представляю? Да, продюсер и редактор. Продюсер и редактор подкастов. Все, тогда я вас покидаю и вернусь минут за 10 до конца, чтобы помочь с вопросами. Хорошо, я тогда включаю презентацию, да? Да. Супер. Так, сейчас должно быть видно презентацию. К сожалению, я не вижу обратной связи, поэтому не могу сказать. Да, ее видно, я все слежу за Ксеней. Хорошо. Сегодня буду рассказывать о том, как писать сценарий для подкастов и зачем вообще это делать. Всем доброе утро и спасибо, что пришли. Меня зовут Артур Белостоцкий, я продюсер и редактор подкастов. Сразу должен сказать, что я не сценарист и никак не связан с кино, а я занимаюсь аудио. Я работал над тремя проектами, над двумя из них продолжаю работать до сих пор. Это подкасты «Завояли бизнес», аудиосериал документальный о девушке, которая пытается открыть свое дело в Москве. Подкаст либо выйдет, либо нет. Я работал над первым его сезоном, и это сериал, такое реалити-шоу об основателях студии подкастов «Либо-либо», где они рассказывают о том, как они пытаются построить свое дело. И разговорное шоу «Бизнес роботы мечты». Это шоу, где четверо предпринимателей помогают друг другу в режиме мозгового штурма решать какие-то основные бизнес-вопросы. И параллельно из их обсуждения слушатели узнают, как вообще строится бизнес. За то время, что мы делаем эти подкасты, «Завояли бизнес», недавно исполнилось два года «Бизнес роботы мечты» год, их послушали два миллиона раз суммарно. Это я посчитал примерно 113 лет люди потратили на то, чтобы послушать наши подкасты. Для начала расскажу вообще, что такое подкасты и зачем они нужны, что в них такого особенного. Вообще, подкасты – это передачи, где аудио играет главную роль, и которую можно слушать, когда захочешь. Вообще, по поводу определения того, что такое подкасты, сломано довольно много копий, но вот это определение, которое мне кажется наиболее таким емким и верным. Есть такое облако тегов вокруг понятия подкасты, и здесь я просто пробегусь по этим определениям и немножко прокомментирую. То есть первое и главное ключевое – это аудио. То есть бывают подкасты в формате видео, например, да? Например, есть подкаст «Куджи», разговорное шоу, который выходит на YouTube. Почему это шоу, тем не менее, можно называть подкастом, хотя это видео? Дело в том, что там аудио играет главную роль. То есть, в принципе, можно отключить картинку, слушать только аудио и ничего не потерять. Вот, и это ключевая вещь в аудио. Вторая важная вещь – это on-demand. То есть подкасты – это то, что люди слушают тогда, когда хотят, по запросу. Так же, как мы от телевидения перешли к YouTube, так же мы от радио перешли к подкастам. Важно, что к подкастам можно отнести все, что относится к разговорному жанру. Это истории, это ток-шоу и так далее. То есть подкасты – это разновидность разговорного жанра. А истории я здесь выделил. Дело в том, что, как я буду рассказывать дальше, аудио – это одно из лучших медиа для рассказывания историй. И поэтому часто истории находятся в центре вообще подкастов как таковых. Еще одна важная штука – это параллельное потребление. Как правило, подкасты люди слушают, занимаясь чем-то еще. То есть если YouTube мы не можем, например, смотреть, когда гуляем с собакой или моем посуду, но это неудобно, то подкасты люди чаще всего слушают в дороге, занимаясь какими-то домашними делами и так далее. RSS. Что такое RSS? RSS – это технология, благодаря которой, собственно, появились подкасты. Это технология, благодаря которой люди могут подписаться на какой-то источник контента, например, будь это аудио или блог и так далее, и автоматически получать уведомления о появлении нового контента вот в этом канале. И, собственно, подкасты, благодаря... RSS для подкастов означает то, что это всегда подписная модель. То есть человек подписывается на подкаст и автоматически узнает о появлении новых эпизодов. И эпизоды – это тоже важный момент. Как правило, подкасты – это такая серийная штука, то есть это не бесконечный поток контента, информации, а это контент, разбитый на какие-то куски эпизоды, выпуски, ну, так же, как в сериалах. Еще, пожалуй, важная штука – это то, что подкасты – это, как правило, вещь смонтированная. То есть это не прямой эфир. То есть сейчас мы с вами разговариваем, все, что происходит, то происходит, вы все это видите. В подкастах, как правило, все-таки есть монтаж. Ну, и еще одна важная штука – в подкастах важную роль играет часто саунд-дизайн, то есть с помощью каких-то музыки, звуковых эффектов и каких-то интересных записей мы стремимся погрузить слушателя в контекст нашей истории. Какие бывают подкасты? Вообще, если спросить человека, который слушал подкасты, что это такое, то, скорее всего, он назовет какие-то разговорные шоу. Я хочу привести примеры вообще того, какие бывают подкасты, как их можно классифицировать. Есть такая большая группа, которую можно назвать «Люди болтают». Что это значит? Что это подкасты, в которых главную роль играет не истории какие-то, а просто высказывания. Например, есть подкасты «Тирады». Это когда один человек что-то рассказывает вам. А пример такого подкаста – это подкаст «Арзамаса». Лекция «Арзамаса», которая выходит также в виде подкаста, где, как правило, есть один лектор, который просто вам что-то рассказывает прямо в уши. Но второй вид – это вопросы-ответы. И тут, конечно, самый яркий пример – это подкасты интервью, когда есть ведущий, который задает вопросы, и есть гость, который дает ответы. И здесь, в отличие от «Тирады», уже происходит какой-то взаимообмен между людьми в подкасте. И это интересно слушать, если, собственно, у микрофонов собрались интересные люди. Ярчайший пример – это подкаст «The Joe Rogan Experience». Наверное, один из самых популярных подкастов на английском языке, где ведущий Joe Rogan берет интервью у ученых, комиков, актеров и всех вообще возможных людей. И есть еще один подвид – это подкаст «Разговор». В отличие от вопросов и ответов, когда у нас есть четко распределенные роли ведущего и отвечающего, в подкасте «Разговор» разговор происходит на равных. То есть ведущие обмениваются мнениями, спорят, рассказывают друг другу истории и тому подобное. И яркий пример русскоязычного подкаста – это подкаст «Так вышло», где ведущие Катя Кангаус и Андрей Бабицкий разговаривают об этике и обсуждают вообще, как меняется этика в нашем современном мире. Вторая большая группа – это подкасты, в которых люди рассказывают истории. И здесь есть тоже три группы. Первая группа – это сезонное повествование. Это когда у нас история разбита на целый сезон, как в сериале, и она рассказывается последовательно от эпизода к эпизоду, и человек постепенно узнает новые подробности и детали и наблюдает за тем, как развиваются герои. Яркий пример – это подкаст «Сириал» американский, в первом сезоне которого ведущая Сара Тёник расследует убийство, которое произошло за 20 лет до того, и пытается разобраться, как все было на самом деле. И вся эта история разворачивается в течение первого сезона подкаста. Во втором сезоне уже рассказывается другая история. В третьем – третья и так далее. То есть здесь главная деталь – это то, что в течение сезона слушатели наблюдают за развитием одной истории. Второй вид – это посерийное повествование, когда в каждой серии рассказывается одна история. И эпизоды связаны между собой, может быть, как-то концептуально, но не связаны друг с другом с точки зрения истории. Яркий пример – это подкаст «Хэви Вейт», который делает американская студия «Гимлет», и в этом подкасте ведущий помогает своим друзьям и знакомым распутывать какие-то истории из прошлого и закрывать застарелые гештальты. Например, в одном из эпизодов он помогает своему другу разобраться, как так получилось, что там такая происходит история, что у друга ведущего дочка ломает руку, и он в разговоре с родными говорит, что «ох, прям как я в детстве». А вся родня ему говорит «слушай, нет, ты в детстве не ломал руку, мы бы такое запомнили». Он это помнит, родные – нет. Ведущий помогает ему разобраться, как же это произошло, и они вместе делают целое расследование. Каждая серия – это один такой кейс, одна история. И есть еще вид, то, что можно назвать множественное повествование, когда внутри одной серии, внутри одного эпизода мы слышим несколько историй, связанных или не связанных между собой. Ярчайший пример – это американское радиошоу и подкаст «The American Life», где в каждом эпизоде есть какая-то тема. Например, в одном из эпизодов ведущие пытаются разобраться, какую роль в современном мире играет библиотека. Этот эпизод называется «Выручай комната», «The Room of Requirement», и там мы можем услышать три совершенно не связанных между собой никак истории о трех библиотеках и о том, какую роль они сыграли в жизни главных героев в каждой из этих историй. То есть в каждом эпизоде есть, как правило, три истории на одну и ту же тему. Есть еще один вид, который, как бы, это, можно сказать, такая сбоку классификация, потому что все вот эти подкасты можно отнести к одному из видов, которые я перечислил раньше, но классный такой жанр – это реалити-шоу. Это подкасты, в которых в течение сезона или нескольких сезонов мы наблюдаем за развитием одного и того же героя или нескольких героев и наблюдаем, как меняется их жизнь и следим за этим в режиме такого реального времени. И это документальные подкасты. И здесь несколько примеров. Это подкаст стартапа, тоже студии Gimlet, где ведущий, основатель студии рассказывает, собственно, в реальном времени, как он пытается создать свой бизнес. И это, ну, по сути, это такое аудиодокументальное кино, то есть документальное аудиокино, где мы вместо того, чтобы видеть, слушаем, как все происходит, заварили бизнес и либо выйдет, либо нет. Это подкасты, над которыми я работал и над «Заварили бизнес» работаю. Это, в общем-то, подкасты, вдохновленные во многом подкастом стартап. Про них я уже сказал чуть раньше. Но это тоже примеры таких документальных сериалов или реалити-шоу. Очень интересный жанр, мне кажется, для сценаристов это одна из интереснейших ниш. Есть еще игровые подкасты. То есть сейчас уже довольно много подкастов, которые, по большому счету, можно отнести, наверное, скорее к аудиоспектаклям или к аудиокино. Это художественные подкасты, где есть написанные сценарии, есть актеры, есть очень много саунд-дизайна, в которых мы можем услышать, просто стать участниками такого аудиопредставления кино. Например, я знаю, что студия «Гимлет» делала такой подкаст для Marvel про Росомаху. То есть это аудиокомикс. Довольно интересная тоже ниша для тех, кто пишет сценарий. Почему все сейчас говорят о подкастах? Почему мы на сценарной конференции говорим о подкастах? Казалось бы, какая связь? Ну, во-первых, если посмотреть на статистику в Соединенных Штатах, то интерес к подкастам растет от года к году. То есть здесь мы можем видеть вот эти цифры, которые 9, 11, 12. Это процент населения в возрасте Соединенных Штатов в возрасте 12+, которые хотя бы раз слушали подкасты за последние месяцы. И мы видим, как эти цифры растут от года к году. И по оценкам исследователей, аудитория подкастов Америки уже приблизилась к 90 миллионам. Что в России? По оценкам компании AIB Russia, это компания, которая занимается рекламными исследованиями и регламентирует рынок рекламы по всему миру, в 2019 году среднемесячная аудитория подкастов в России была 5,1 миллиона человек. А в 2020 должна, по прогнозам, приблизиться к 10,5 миллионам. А в 2024 году к 27. А ниже можно увидеть рекламные бюджеты. В 2019 году компании потратили 76 миллионов рублей на рекламу в подкастах. И это составило, кажется, около 5% от вообще всех рекламных бюджетов в аудио в России. В 2020 году планируется потратить около 225 миллионов рублей. И это уже будет порядка 8%. А по оценкам аналитиков, к 2024 году бюджет рекламы в подкастах должен быть около 2 миллиардов рублей. То есть это очень сильно растущий рынок. Я занимаюсь подкастами два года. И я вижу, что интерес к подкастам и со стороны рекламодателей, и со стороны СМИ, медиа, компаний, бизнеса, он растет. Вот, собственно, поэтому все сейчас и говорят о подкастах, потому что мы видим, что люди, так же, как мы перешли от телевидения к YouTube, люди хотят слушать аудио с интересными передачами, тогда, когда им удобно, тогда, когда они этого хотят. Но что с этого с сценаристом? Почему сценаристам имеет смысл вообще изучить, что такое подкасты и как-то попробовать себя в этой теме? Сейчас на экране вы видите баннер сериала «Алекс Инкорпорейтед», который произвела компания ABC. Это сериал, основанный на подкасте «Стартап», про который я говорила выше. И, в общем-то, этот сериал, подкаст был документальный сериал, игровой, в главной роли Зак Брав, который многие знают по сериалу «Клиника». И, в общем-то, в сериале отыгрывается вот эта история, естественно, с художественными какими-то искажениями, о том, как создавалась компания «Гимлетт». Главный герой пытается создать собственную подкаст-студию. Еще один пример. Подкаст «Хоум Каминг» и сериал «Хоум Каминг», который произвела компания Amazon для сервиса Prime Original с Джулией Робертс в главной роли, изначально это был игровой подкаст художественный о реабилитации людей после войны, солдат, которые уволились со службы. И этот подкаст также превратился в сериал. Есть такой подкаст «Лор», это страшилки и жуткие истории, и он превратился в сериал «Лор», который также произвели для сервиса Amazon Prime. И российский пример. Есть такой подкаст «Трасса 161», который расследует историю ангарского маньяка. И на основе этого подкаста и текстовых материалов к нему компания Александра Роднянского купила права и решила произвести сериал. То есть уже даже в России есть примеры, когда подкаст ложится в основу телесериала. И кажется, что это должно быть интересно. Вот почему. Потому что подкасты, в отличие от кинопроизводства, подкасты – это дешево. И даже в отличие от YouTube – это очень дешево. И не нужно большой материальной базы, какой-то технической, для того, чтобы сделать подкаст. А мы свои подкасты, то есть подкасты «Райный бизнес», например, мы начинали делать, имея в руках только айфон. И подкасты дают реализовать творческую идею без бюджета и потом превратить ее в нечто большее. Как сценаристы вы можете написать сценарий для подкаста, например, для художественного, разыграть его вместе с актерами, записать и уже продавать, например, кинокомпаниям не просто сценарий, а уже готовое художественное произведение, у которого есть аудитория, к которому есть определенный интерес. То есть это возможность создать что-то вроде книги, а потом экранизировать ее. Пришло время поговорить о том, что вообще такого особенного в аудио, почему, какие у него есть какие-то ключевые вещи, которые нужно знать, если вы хотите поработать с подкастами. А первая особенность аудио заключается в том, что это линейная медиа. Что это значит? Ну, как сценаристы вы, я думаю, эту идею прекрасно должны понять, потому что, например, если мы работаем с текстом, если мы написали книгу или статью, то читатель может пролистать страницы, может проскролить наш лонгрид, зацепиться за заголовки и понять вообще, о чем там речь. Если мы работаем с подкастом, то такого инструмента нет. Человек слушает подкаст последовательно, он не может его проскролить, даже не может проскролить как фильм. Мы не можем показать человеку некоторую раскадровку, чтобы он понял, есть ли там что-то интересное для него. Человек слушает последовательно, поэтому очень важно научиться делать подкасты так, чтобы людям было интересно слушать дальше, дальше и дальше, чтобы постоянно людей цеплять. Второе, это та идея, в которую я очень верю, это то, что аудио – это самая искренняя медиа. Было исследование, кажется, в Великобритании, поэтому это были британские ученые, и можно относиться к этому со скепсисом, но тем не менее, мне нравится эта идея. То, что брали фейковую новость и распространяли ее несколькими разными способами. Через аудио по радио печатали в газете и показывали по телевизору видеоролик. И замеряли, насколько люди поверили в эту фейковую новость. И оказалось, что самым медиа, через которое проще всего людей обмануть, оказался, естественно, телевизор, потому что там все мелькает, там все происходит быстро, можно как-то так все смонтировать и показать, чтобы человек увидел совсем не то, что было на самом деле. Люди очень быстро поверили. Вторым по легкости обмана оказались газеты. Тут уже сложнее. Человек читает медленно, размеренно и больше анализирует ту информацию, которая к нему поступает. И поэтому ему сложнее, он более критически настроен. Но тем не менее. И на последнем месте оказалось радио. Потому что оказалось, что когда люди только слышат человеческий голос, не видя никакой картинки, люди очень четко считывают фальшь, очень четко считывают искренние эмоции. И обмануть их гораздо сложнее, чем через какое-либо другое медиа. А во-вторых, через аудио, когда мы слышим человеческий голос, мы испытываем очень сильную эмпатию. Потому что мы, не видя картинки, не видя изображения человека, мы представляем его таким, каким бы мы хотели его представить. И если человек говорит что-то, что нам приятно, интересно, чему мы сопереживаем, то мы представляем такой образ, к которому мы очень эмоционально привязываемся. И это играет такую важную роль в подкастах. Потому что люди не слышат ведущих, не видят ведущих, не видят героев, но они рисуют себе образы и очень эмоционально прикипают к этим образом. Это важно учитывать. Еще очень такая классная штука, может быть, люди, которые занимаются кино, со мной поспорят, но я считаю, что аудио – это самый привычный способ рассказывать истории для человека в целом. Потому что еще до того, как у нас появилась письменность, до того, как мы начали что-то царапать на стенах, в смысле наши доисторические предки, рисовать какие-то картинки, мы передавали опыт с помощью историй устно. Речь появилась, а письменности еще нет. И это играет нам на руку, потому что как только человек слышит историю, рассказанную голосом, будь то анекдот или сказка, или что бы то ни было еще, человек сразу навостряет ухо и готовится слушать и воспринимать. И это очень помогает. Ну и еще одна вещь, с которой опять-таки, наверное, поспорят киносценаристы, заключается в том, что аудио – самое визуальное медиа. Когда мы слышим историю, так же, как когда мы читаем историю, мы рисуем себе картинки. Эти картинки намного более яркие, намного более интересные, чем все, что угодно, что нам могут показать на экране. Поэтому эти образы становятся гораздо более прилипчивыми и от них глубже заседают в наших головах, чем, например, кинообразы. Именно поэтому, в общем-то, когда люди идут смотреть экранизацию фильма, экранизацию любимой книги, и, как правило, они оказываются разочарованы, потому что режиссер не может создать настолько яркие, убедительные образы, как те, что мы сами себе нарисовали в голове. Пришло время поговорить про сценарий. Что такое вообще сценарий подкаста? Я выделил несколько вещей по этому поводу, попытался как-то классифицировать, сейчас вам расскажу. Первый вариант – это когда сценарий служит планом разговора. Что это такое? Если у нас разговорный подкаст, где, например, трое человек о чем-то беседуют, трое постоянных ведущих, всегда есть некий список обязательных реплик, которые они должны сказать. Ну, например, приветствие, фирменное прощание, перечислить людей, которые работали над подкастом, произнести рекламную вставку, если она как-то запланирована и тому подобное. И это все должен прописать редактор или сценарист подкаста. Скорее, конечно, речь идет здесь не о сценарной работе, а о редакторской. Вторая вещь – это поворотные точки разговора. В разговоре, даже если у нас не подразумевается какая-то удивительная история в этом подкасте, и вообще формат не подразумевает какую-то драму, все равно нам нужно продумать поворотные точки, которые будут проводить слушателя через определенные эмоции. То есть еще на этапе подготовки эпизода, подготовки сценария нам нужно продумать, как построить разговор так, чтобы слушателю было интересно, чтобы у него была вовлечена не только голова, но и эмоция. И мы продумываем некие поворотные точки, о чем должны ведущие поговорить сначала, как разговор должен повернуться затем, и к чему все это должно прийти. То есть некая драматургия все равно присутствует. Вопросы, которые должны обсудить ведущие, также прописываются в сценарии, чтобы ведущие ничего не забыли. Позиции, которые ведущие должны занять. Например, мы можем договориться о том, что один ведущий – скептик, другой, наоборот, такой очень воодушевленный, а третий – сомневающийся. И мы можем заранее оговорить, какие позиции они должны занять по определенным вопросам. и роли, которые они будут отыгрывать. Ну, то есть, опять же, мы можем договориться, что один ведущий постоянно будет пытаться как-то вносить скепсис, а другой будет очень воодушевленным. Я, наверное, пример вам сейчас попробую показать. Так, 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 сейчас я попробую это сделать. Время у нас с вами есть. Сейчас я вам его покажу. Мне нужно будет выключить шеринг экрана и переключить его на другое окно. Сейчас вам должно быть видно окно с текстом. Видно ли его? Да, видно. Супер. В общем-то, это сценарий одного из эпизодов подкаста «Бизнес-роботы мечты». Разговорный подкаст. То есть, здесь нет какой-то особой травматургии, но, тем не менее, здесь есть план. И здесь прописано, о чем мы должны поговорить с экспертом. Есть прописан текст приветствия, который должна произнести ведущая. В каком порядке все представляются? Что обязательно важно сказать? Текст с объявлением о спонсорстве, рекламная интеграция. И дальше мы прописываем, что, например, ведущая спрашивает у ребят, как дела, о своих делах рассказывает последний. То есть, здесь это нужно было продумать, потому что через это ведущая должна подвестись к следующей теме. Собственно, здесь прописано то, как она должна подвестись к тому, о чем пойдет речь дальше. И здесь я, как редактор, прописываю некое напутствие ведущим, о чем я хотел бы, чтобы они поговорили, в каком ключе мне хотелось бы, чтобы они об этом поговорили. Я предложил им устроить себе челлендж какой-то внутри подкаста, подсказал, какие вопросы задавать. И дальше у меня здесь прописана концовка, то есть, что именно должна ведущая произнести в самом конце подкаста, для того, чтобы мы смогли все сделать потом на монтаже в нужном нам порядке. Сейчас возвращаюсь к презентации. Сейчас, одну секунду. И вот так. Да, сейчас вам должно быть видно снова презентацию. Да, презентацию видно. Супер, спасибо, Александр. Это то, как выглядит план или сценарий разговора для разговорного подкаста. Конечно, вообще такая работа делается не всегда. Иногда люди просто садятся перед микрофонами и разговаривают. Но для того, чтобы... И у кого-то есть талант так разговаривать, чтобы это было интересно, и чтобы потом просто вырезаются какие-то незначительные технические детали, а все остальное остается и интересно слушается. Но часто для этого нужен сценарий. И, конечно, это работа в меньшей степени над драматургией, больше работа редактора, который должен подумать о том, как упаковать все это в какой-то интересный продукт, как повести беседу так, чтобы было интересно. Следующий вид сценария – это план монтажа. Когда у нас записан... Уже записан подкаст, и нам нужно дать звукорежиссеру или монтажеру некий план того, что нужно убрать, куда нужно добавить музыку и эффекты, в каком порядке нужно расставить фрагменты, чтобы наиболее эффективно вовлекать слушателя, как расставить в ней какие-то звуковые акценты. Ну, опять же, это, скорее всего, музыка, эффекты, паузы. И один из способов это делать, когда у нас уже есть смонтированный подкаст, черновой редактор, сценарист, продюсер, кто-то из вот этих людей отслушивает запись и дает замечание звукорежиссеру, какие фрагменты нужно... Ну, то есть, как правило, прописывается время записи. Например, вот здесь видно 18, 22, там 20, 59, 21, 23. Мы прописываем тайм-коды и пишем, что здесь нужно сделать. И здесь, в зависимости от того, какой подкаст вы делаете, может быть... Это может быть чисто технические какие-то вещи, когда мы просим убрать какие-то недочеты. и, там, добавить музыку здесь или здесь до гораздо более тонкой работы, когда нам нужно из большого количества сырого материала выстроить историю и сделать так, чтобы человек... Сделать для человека вот такое звуковое кино. И в зависимости от того, какая стоит задача, здесь может быть... Это может быть очень большой и тонкой работой, либо довольно-таки простой и быстрый. И если мы говорим о каком-то плане монтажа чисто техническом, то есть, когда мы просим что-то убрать, что-то поправить, то здесь нам не нужно включать какие-то знания о троматургии, скорее всего. Если мы делаем какую-то более сложную историю, то здесь как раз нам нужно все, что мы знаем о троматургии, включить и сделать так, чтобы человеку было интересно и чтобы история развивалась. И есть способ создания сценария, который я называю все вместе. Это когда мы параллельно монтируем подкасты, параллельно выстраиваем сценарии. Только не на бумаге, а непосредственно в аудиоредакторе. Это то, как работаю я. То есть, вот здесь можно увидеть окно, в котором я монтировал последний эпизод подкаста «Заварили бизнес». И здесь розовое. Это мои реплики, это, собственно, то, что я называю сценарий. Это текст, который я произношу как рассказчик истории. А зеленое – это запись разговора с героиней подкаста, где она рассказывает свою историю. И вместо того, чтобы прописывать это как-то текстом, кто что в какой момент должен сказать или какие цитаты в какой момент нужно включить, я это делаю непосредственно уже на монтаже. И, соответственно, я выступаю здесь монтажером. Мне не нужно никому писать какие-то тайм-коды о том, куда что нужно вставить. Я параллельно монтирую, выбирая нужные фрагменты, я расставляю их в нужном порядке. Параллельно продумываю, как рассказать эту историю, какой текст я должен произнести как рассказчик. Параллельно его прописываю себе текстом и потом записываю и вставляю в подкаст. Как вообще устроена работа над сценарием? Есть первый способ. Работа с расшифровкой. Это то, как я работал над подкастом в самом начале, наверное, первый год. Сейчас расскажу подробнее. Процесс выглядел так, что сначала мы формулируем идею эпизода. Например, в «За военный бизнес» нам нужно понять, о чем мы расскажем. Мы рассказываем историю, которая продолжается во времени, но нам нужно понять, о чем именно мы расскажем в ближайшем эпизоде. Какую часть истории мы расскажем. Мы предположили, сформулировали эту историю на языке герой делает что-то, и с ним происходит что-то. И все это приводит еще к чему-то. Мы как-то сформулировали эту историю, предположили, о чем будет идти речь. Дальше я записываю интервью с героиней, и на основе того, что мы предположили на первом шаге, задаю ей вопросы, и она мне рассказывает свою историю. Дальше я расшифровывал все это аудио, то есть это обычно двухчасовое, полуторачасовое интервью, иногда несколько. И после этого я выбираю в тексте наиболее яркие и важные фрагменты, расставляю их в нужном порядке, то есть прямо-таки получаю сценарий с цитатами героини, и прописываю закадровый авторский текст, который я произношу как рассказчик. Ну, в подкастах весь текст закадровый, поэтому это просто авторский текст, то, что рассказываю я, а не героиня. И дальше остается только взять исходные аудиозаписи и смонтировать все это. Выглядело это вот примерно так, то есть слева можете видеть расшифровку для... расшифровку интервью с героиней, уже расставленную, уже выбранные какие-то цитаты, а справа промаркированные фрагменты. Что это такое? Я подсмотрел эту историю, этот способ работы у американского радиоведущего и основателя шоу «The American Life» Аэрогласа. Он берет расшифровку интервью и выискивает там наиболее яркие, интересные цитаты и помечает их буквы какой-то. Ну, то есть, например, вот эта цитата А, следующая цитата Б и так далее. Ну, и, соответственно, когда буквы заканчиваются, уже появляются цитата АА, цитата АБ и так далее. И дальше он расставляет уже на листочке, прописывает, в каком порядке должны идти эти цитаты, просто буквами. Вот. Я пытался работать так. Вот сначала я делал это на бумаге, потом я делал это в Google Документе. Вот здесь видно, что в комментарии прописана буква и звездочка. Это значит, что это вот прям совсем точно отличная цитата, которой обязательно нужно войти в подкаст. Минус этого способа в том, что он очень трудоемкий. Расшифровка занимает, как правило, в два-три раза больше времени, чем прослушивание аудио просто. И не всегда это можно делегировать, потому что вам нужно попробовать расшифровать это самостоятельно для того, чтобы, когда вы будете читать текст, помнить, как это звучит. Ну, во всяком случае, я вот так заморачивался, мне нужно было расшифровывать текст до тех пор, пока я читаю его, не начну слышать в голове голос героини. Потому что не все, что хорошо выглядит в тексте, на самом деле хорошо звучит. И наоборот. Вот. Очень трудоемкий процесс, и вы прописываете сценарий на бумаге, и потом вам нужно как-то это все перенести в монтаж. Довольно сложно. Поэтому я перешел ко второму способу. Я уже немножко о нем рассказал. Это сценарий в процессе монтажа. Первые два шага у нас остаются прежними. На третьем шаге мы отбраковываем лишнее. То есть мы отслушиваем аудиозапись, и можно это делать на ускоренной перемотке, чтобы сэкономить время. Я обычно это делаю на перемотке 2x на скорости воспроизведения. И отбраковываю лишнее. Какие-то фрагменты, которые точно совершенно нам не понадобятся, и не войдут в финальный подкаст. Обычно так отфильтровывается треть. То есть если у нас интервью длилось полтора часа, то где-то после этого остается час. Дальше мы отслушиваем на обычной скорости и выбираем наиболее яркие и важные фрагменты, которые нам точно нужно использовать для того, чтобы рассказать ту историю, которую мы сформулировали на первом шаге. Расставляем их в нужном порядке. Делаем это уже в аудиоредакторе сразу, не в текстовом. И дальше пишем и записываем авторский текст уже непосредственно в микрофон. Это то, как работаю я. Мой любимый способ работы. Я его очень советую, но возможно для того, чтобы пользоваться им, нужно какое-то время поработать первым способом. Возможно, есть какие-то более эффективные способы, но я о них не знаю. Выглядит это вот примерно вот так. То есть слева у меня окно, в котором я монтирую подкаст и оставляю фрагменты в нужном порядке. Сверху вот вы можете видеть красным это такие маркеры, которыми я помечаю смысловые фрагменты и поворотные точки для того, чтобы не запутаться. И справа это уже непосредственно сценарий. То есть, например, в подкасте «Заварили бизнес» он как устроен? Есть героиня, которая рассказывает о том, что происходит с ней, и есть я как рассказчик, который рассказывает какие-то детали, которые героиня не рассказала. Или я пересказываю какие-то вещи, которые, например, словами героини занимают три минуты, я их пересказываю за 30 секунд, чтобы сэкономить время. Вот. И, соответственно, я монтирую, понимаю, что вот здесь для того, чтобы сделать переход от этой смысловой части к вот этой, мне нужно произнести вот такой вот текст. Я прописываю этот текст в текстовом редакторе сразу, и потом просто сажусь и записываю его в микрофон уже одним потоком, когда все готово. Немножко о приемах и советах. Первое. Я говорил на... рассказывая о способах про то, что важно сформулировать историю или предположить ее. А когда мы работаем с какими-то документальными историями, это всегда довольно сложно, потому что у нас же, как правило, нет еще материала на тот момент, когда мы идем записывать интервью, то есть мы не знаем, о чем будет история, но мы можем предположить. Но когда мы записали интервью, нам уже обязательно нужно сформулировать историю, это нужно для того, чтобы внутри подкаста правильно расставить акценты и всю драматургию продумать, и для того, чтобы понять, что, собственно, мы оставляем, а что отсеиваем. Я это... Я посмотрел в одной книжке о том, как делать подкасты, такую формулу. Яр делает что-то, потому что... И тут его... Мы прописываем, чего он хочет, какова его мотивация, но... какие-то препятствия, которые ему мешают. Если вы читали книжку «Тесячеликий герой», то вам эта история должна быть знакома. Я постарался даже подобрать иллюстрации, которые вам об этом напомнят. Обязательно есть таракон, который препятствует. Можно эту формулу расширить. Герой делает что-то, потому что... Но и в результате герой понял что-то и изменился. То есть произошел какой-то сдвиг в его сознании, он понял, что реальность отличается от его представлений, и теперь он стал другим человеком. Опять же, привет Джозефу Кэмпбеллу. Еще важная штука, важный совет про «Проверяйте историю на прочность». Если вы задумались сделать какую-то документальную вещь, то имеет смысл попробовать рассказать о ней в таких формулировках. Я делаю историю об X, и она интересна, потому что Y. То есть вам нужно найти интересную тему или интересного героя и придумать некий интересный ракурс, под которым вы будете эту историю рассказывать. И нужно прям попробовать по этой формуле разложить ваш замысел и рассказать его к какому-нибудь критически настроенному другу, который сможет вам сказать, интересно ли это на самом деле или не очень. Еще важный совет, который я подчеркнул работая, в самом начале работа над подкастом, удивляйте слушателя каждые полторы минуты. Дело в том, что когда я начал делать «Заварили бизнес», я понятия не имел о том, как делать подкасты, тем более, как делать аудиосериалы документальные. Поэтому я взял первый эпизод подкаста «Стартап», о котором говорил чуть раньше, и сделал расшифровку. Попытался разобраться, как он устроен изнутри. По QR-коду вы можете, если сейчас телефон наведете, у вас откроется Google-документ, в котором вы сможете прочитать эту расшифровку. Там можно увидеть, что каждые полторы минуты в среднем в подкасте что-то происходит. Например, в самом начале ведущий говорит, рассказывает о себе, он рассказывает, кто он такой и чем занимается, и говорит, я решил создать свой бизнес. Все это умещается в 20 секунд. После этого в течение 4 секунд мы слышим запись не из студии, а какую-то запись, сделанную дома, где жена, где он разговаривает с женой. Это длится 4 секунды. Потом еще 15 секунд он рассказывает о том, собственно, что мы сейчас слышали, что это моя жена и так далее. И вот, что она мне сказала, и вот, что произошло. И дальше примерно от 40 секунд до полутора минут мы слышим фрагменты, после которых что-то происходит. Например, меняется говорящий, появляется музыка, включаются какие-то синхроны, то есть записи, сделанные не в студии, записи разговоров на улице каких-то. Естественно, все это укладывается в сюжет. Возникает какая-то новая идея, которую проговаривает ведущий. Случается некий сюжетный поворот. И это все происходит каждые полтора минуты. И это заставляет 30-40-минутный подкаст слушаться как 15-минутный, 20-минутный, потому что постоянно что-то происходит. Ну, так же, как в кино, каждые несколько секунд меняется план, меняется картинка и так далее. Еще интересный прием это показывать историю с разных ракурсов. Когда вы делаете документальную историю, вы можете сделать ее более объемной, если у вас будет не один рассказчик, а несколько. Например, вы можете записать нескольких участников событий, расспросить их об одних и тех же событиях, обратить внимание на несоответствие и по их рассказах и попросить их как-то это прокомментировать. Можете процитировать герою то, что сказал другой герой, чтобы он смог как-то на это отреагировать. Потом, когда у вас будет вот такое мясо, вы сможете собрать из него объемную картинку на монтаже. Я так делал, например, в одном из эпизодов «Заврели бизнес», где одну и ту же историю рассказывает и ведущая, и ее приятель. Очень советую освоить какую-нибудь программу для монтажа, любую. Я перечислил здесь и платные, и бесплатные. Очень советую программу Reaper и программу Gindenburg. Я лично в них работаю. Советую слушать разнообразные подкасты, в центре которых лежат истории. Про некоторые я уже сказал. Очень советую подкаст Cast Town, подкаст Radio Darius, это дневниковый подкаст и подкаст Перемотка. Читайте книги. На сегодняшний момент я могу посоветовать две книги о том, как делать подкасты, которые сфокусированы именно вокруг истории. Это книга Out on the Wire, которая рассказывает о том, как работают над историями ведущие и продюсеры главных американских радиошоу и подкастов. Причем это книжка комикс, но, к сожалению, она есть пока только на английском. Если читаете, очень советую ее купить. И на русском языке не так давно вышла книга Пошумим тоже американского продюсера Эрика Низума, где он рассказывает, как делать подкасты, опять-таки, которые тоже сфокусированы на историях. Ну и сейчас самое время задать вопрос и подписывайтесь на мой канал в Телеграме, там я делюсь своими находками и советами о том, как делать подкасты. Можете отсканировать QR-код и он у вас откроется на телефоне. Артур, огромное спасибо. Просто огонь выступление. Мне кажется, ты прям все темы раскрыл. Я присоединяюсь к рекомендации книги Пошумим. На мой взгляд, я прочитал более или менее все, что написано на подкастах. На русском языке вообще всего две книги вышло. Но все, что вышло на английском языке за последние года четыре, наверное, это лучшая книга, на мой взгляд. И Мика Голубовский ее перевел отлично, поэтому рекомендую. Если с чего начинать, вот с нее и начните, прям с этой книги. Так, коллеги, я все вопросы не буду читать, потому что на некоторые из них, например, по вопросу в какой программе монтируете подкаст, Артур ответил, поэтому просто можете пересмотреть потом запись и увидеть это все. Так, скажите, пожалуйста, какой тип подкастов из тех, что вы назвали в начале, сейчас наиболее популярный в России? И на ваш взгляд, почему? Слушайте, ну, наверное, самым популярным, если брать по количеству подкастов, которые появляются каждый день, это, наверное, подкасты интервью, потому что, ну, просто людям кажется, что делать интервью это довольно легко. Как бы ты взял интересного человека, позадавал ему вопросы, фигак-фигак, подкаст готов. Вот, на самом деле, конечно, делать интервью это сложно, классно. Но я вижу, что появляется все больше документальных подкастов, которые рассказывают истории, то, что вот называют еще нарративными подкастами, подкастов, сериалов. И мне кажется, вот там сейчас происходят самые интересные эксперименты. Так, используете ли вы какие-то плагины для улучшения голоса? Ну, я не звукорежиссер, поэтому я, конечно, пользуюсь, но на очень любительском уровне. То есть, если я монтирую подкаст сам до конца, я использую плагины Waves, Изотоп, то есть, это такие пакеты для обработки звука, которыми пользуются примерно все. Ну, и какие-то встроенные, ну, то есть, как правило, минимум, который вам нужно сделать, вам нужно убрать шумы, для этого есть плагины специальные, вам нужно выровнять громкость звука, для этого есть плагины, которые называются компрессор, они есть в любой программе встроенные, а иногда вам нужно убрать там лишние какие-то частоты, например, низкие и высокие звенящие, вот, для этого используется эквалайзер, который есть, в общем-то, все эти инструменты есть встроенные в любую программу, вопрос только в том, насколько ими удобно пользоваться, поэтому иногда удобнее пользоваться какими-то сторонними плагинами, я вот пользуюсь Waves и Изотопом. Так, какая разница между аудиокнигой по роману и подкастом сериалом художественным? Ну, я слушал не так много аудиокниг, но, насколько я понимаю, что в аудиокнигах обычно человек зачитывает текст и иногда это как-то обыгрывается с точки зрения звуковых эффектов. Но это текст, который изначально не задумывался для чтения вслух в подкастах, если это оригинальное произведение, оригинальный сценарий написан специально для подкаста, то там все средства изобразительности, диалоги и экшен непосредственно действия продумываются исходя из того, что человек сможет только услышать ушами и нужно будет нарисовать ему эти картинки с помощью описаний, с помощью эффектов. И мне кажется, вот в этом главное отличие, то, что это изначально придуманное для аудиопроизведения. Мне кажется, здесь есть такой пример, например, «Сладкая плазма». Вы слышали Свиридова? Да, да, да. И если просто взять и прочитать этот текст, ну, это будет такая средняя рука фантастика. Но когда это с музыкой, с его голосом, и это воздействует совершенно по-другому, то есть это какой-то совершенно отдельный какой-то жанр, который просто мозг взрывает. Так, применима ли структура Кэмпбелловской истории для подкаста беседы на научную тему? Я думаю, да, потому что тут главное ответить себе на вопрос, кто герой, потому что есть очень классный пример подкастов о науке, об искусстве, о таких каких-то абстрактных и сложных вещах. Главное найти героя и рассказать эту историю, и рассказать историю через героя. То есть, если у вас подкаст на научную тему, значит, там есть ученые, люди, которые совершают научные подвиги, и можно рассказать это через них, через то, что с ними происходило. Я на самом деле просто прочитал книжку Кэмпбелла, мне кажется, что она применима вообще везде. Потому что можно на всю свою жизнь посмотреть через призму пути героя. Абсолютно. Так и есть. У меня ученицы писали, две ученицы писали документальные книги. Одна про продажи, а другая про женский оргазм. Они писали, используя путь героя. И обе книги стали бестселлерами. То есть, ну вот, в любой теме работает. Так, ох, какой вопрос. Как можно монетизировать подкаст? Столько копий сломано на эту тему? Ну, я могу коротко перечислить несколько способов. Первый способ. Вы продаете в подкасте рекламу. И люди компании платят вам за рекламные интеграции. Для этого ваш подкаст должны, вы должны понимать, кто вас слушает. Второй способ. Это делать подкасты на заказ для компании. Когда вы приходите к компании или компания приходит к вам и вы придумываете подкаст, который решит какие-то их бизнес-задачи. Например, сделать так, чтобы больше людей узнали о существовании компании и о ее продуктах или создаст ей какую-то репутацию. Кристина Вазовский, по-моему, делала такие подкасты. Она с какой-то школой психологов делала серию подкастов, там шесть выпусков было, поэтому такие примеры уже есть, мне кажется, на рынке. Но подкасты «Заварили бизнес», в общем-то, изначально тоже был подкастом, который мы делали для компании «Эватор», чтобы поменять отношение предпринимателей к компании, показать, что компания понимает, что такое малый бизнес и чем он живет. И, собственно, Эфи мы получили как раз за то, что нам удалось эту задачу решить. А как вы поняли, что вы решили эту задачу? То есть, какой KPI вы ставили? Компания постоянно проводит регулярные исследования о том, о знании бренда и о том, какое у человека к бренду отношение. И людям задавали вопросы, насколько соответствуют, если меня память не изменяет, то там был такой вопрос, считаете ли вы, что компания помогает, что бренд помогает строить бизнес? И за тот год, что мы делали подкаст, ну, естественно, и другие контентные проекты, вот этот показатель вырос. То есть, мы поняли, что, во-первых, люди стали более осведомлены о том, что существует такой бренд, компания занимается онлайн-кассами, что существует именно такой бренд и что он помогает делать бизнес. И это был такой главный KPI. Артур, огромное спасибо. Мне кажется, что это было замечательное открытие нашей конференции, очень много интереснейшей, полезнейшей информации. Я благодарю вас за то, что вы пришли на нашу конференцию. Друзья, спасибо вам за то, что слушали, за ваши вопросы и мы переходим к следующему спикеру. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.